Доброе утро дорогие телезрители с вами рубрика на лицо и я Диана Балурова сегодня мы покажем вам как мы готовим наших ведущих к эфиру и будем делать макияж Алине Качкаровой макияж который вы увидите на передаче доброе утро итак приступим к макияжу сегодня мы будем делать макияж глаз тон на нашей модели уже есть есть также коррекция лица брови и губы все это мы уже подготовили для того чтобы начать макияж глаз я расскажу вам какие продукты нам сегодня понадобятся нам понадобится основа под тени дальше нам понадобится естественно тени подводка для глаз и тушь итак начнем с основу под тени накладываем основу с помощью пальцев также можно наложить и с помощью кисти но удобнее это делать пальцами для того чтобы вы почувствовали сколько средства вы наложили на глазки основу нужно накладывать очень тонким слоем для того чтобы она не перегружала наше веко должен быть должна быть тоненькая пленочка на которой будут ложиться равномерно наши тени накладываем основку далее берем тени и кисточки в данном случае я буду использовать палеточку таких натуральных цветов и беру плоскую кисточку тоже натуральную кисточку из натурального ворса как я вам говорила в во всех наших рубриках что для нанесения всех сухих текстур нам нужны кисточки с натуральным ворсом берем самый светлый оттеночек накладываем его на внутренний уголочек нашего lettика накладываем такими легкими вбивающими движениями так как мы накладываем сейчас оттенок мы цвет не тянем а просто накладываем его когда будем делать растушевку тогда уже будем тянуть свет накладываем светлый оттеночек на внутренний уголок нашего глаза и это же катя сотрудник мы можем сразу наложить под нашу бровку так как место под бровью является тем местом, куда тоже у нас падает свет. И мы его осветляем обычно. Далее мы берем следующий оттенок. Такой натуральный оттеночек, который мы будем накладывать на наше подвижное веко. Это будет основной цвет. Накладываем также вбивающими движениями. Когда мы набираем тени, как я вам уже говорила, мы не сразу накладываем их на веко. Сначала мы чуть-чуть убираем тени с кисточки. Это можно сделать с помощью такого движения, стряхнув их, или можно сдуть тени с кисточки. Накладываем тени на все наше подвижное веко. То же самое проделываем с нашим вторым глазиком. Вы должны обязательно проделывать все параллельно с двумя глазами. Почему? Для того, чтобы макияж глаз был максимально одинаковым. Если вы сначала накрасите один глаз, а потом уже следом второй глаз, у вас тени будут ложиться в любом случае не так одинаково, как если вы это будете делать параллельно. Накладываем тени на все наше подвижное веко. Далее мы берем теперь другую кисточку. Берем кисточку бочонок. Бочонок точно так же у нас должен быть из натурального ворса. Берем бочоночек и темный оттенок теней. Стряхиваем тени с кисточки и наносим темный оттенок теней на наш внешний уголочек глазика. Как мы определяем тот угол, куда мы будем наносить наши тени? Мы можем приоткрыть глазки, Алинка, и как будто бы продолжаем наше нижнее веко. Продолжение нашего нижнего века и пересечения подвижного и неподвижного века. Вот эти три точки, когда они пересекаются в одной, вот эта точечка, она является той точкой, которую мы должны больше всего затемнить на нашем глазике. Затемняем ее. Далее кисточку очищаем, встряхиваем с нее тени и начинаем растушевывать этот оттеночек. Как мы растушевываем тени? Мы растушевываем не всю ту точку, которую мы нанесли на глазик, мы растушевываем края нашего цвета. Только краешки мы подтягиваем. Тем самым мы затемнили наш внешний уголочек глазика. Диана, расскажи, пожалуйста, нашим телестрителям. Вот после твоего обучения, да, вот классу визажа, стоит ли усовершенствовать свои знания? Либо же вот ты отучился, и в принципе ты готов к работе? Нет, это как во всем деле, да, мы должны расти. Точно так же и в визаже, даже если вы прошли там курс у меня или у любого другого визажиста, вы, если у вас есть, конечно, такая возможность, это очень сильно желательно, должны проходить семинары, возможно, даже и обучение у других мастеров. Почему? Потому что у каждого мастера, так сказать, есть своя фишка какая-то, и у каждого мастера вы можете научиться чему-то новому. У каждого своя техника, возможно, потом вам понравится техника какого-то другого мастера. Также каждый мастер, так как все ездят где-то, обучаются, может рассказать вам про какую-то новую косметику. Ну, то есть, это естественно, вот как во всем деле, да, должен быть рост. Точно так же и в нашем деле, в деле визажиста, рост должен быть, если у вас, конечно же, есть на это возможности. Ну, и также и самим тоже нужно всегда экспериментировать, пробовать что-то новое, то есть не останавливаться на каком-то одном достигнутом вашем деле, да, постоянно тоже делать какие-то эксперименты над собой, и если есть возможность еще ездить, это просто прямо будет идеально. А скажи, пожалуйста, Диан, ты согласна с утверждением, что любой визажист художник? Да, конечно, да. Это то же самое, что писать картину, только на лице человека, получается, да? Ты представляешь его, это работает в его воображении, то есть, да, на самом деле, так можно сказать про визажиста тоже. Так, мы затемнили наши внешние уголочки, как вы видите. Далее нам понадобится подводка и кисточка для подводки. В данном случае я буду использовать синтетическую скошенную кисть для подводки и гелевую подводку. Набираю средство на подводочку и прорисовываю. Вы можете начинать, как вам удобно, с внешнего или с внутреннего уголочка гладика. Чуть-чуть подтягивая века, прорисовываете у роста наших ресничек. Я прорисовываю такую тоненькую линию, не делая большой акцент на подводку. Приоткрою гладик. Чуть-чуть вывожу саму стрелочку и соединяю ее с общей нашей линией. Приоткрою. Так же набираем средство и прорисовываем второй глазик. Мы нарисовали наши стрелочки и далее мы прорисовываем наше нижнее веко. Берем оттеночек теней, тот, которым мы затемняли наш внешний уголочек. И этим же оттенком мы будем затемнять наше нижнее веко, внешнюю часть глазика. Так, и то же самое проделываем со вторым глазиком. Так же мы можем прорисовать наше нижнее веко тем оттенком, который мы рисовали на нашем подвижном веке. Далее нам нужно накрасить наши реснички и макияж готов. Так же я могу вам дать совет, что если вы будете красить нижние реснички, вам сначала нужно прокрасить нижние реснички, а потом верхние. Почему? Если вы сначала накрасите верхние реснички, а потом начнете красить нижние, вы испачкаете верхнее веко, поэтому начинаете красить именно с нижних ресничек. Далее, если у вас посыпались тени, вы можете очистить их с помощью кисточки для пудры. Итак, наш макияж готов. Вы можете повторить этот же макияж в домашних условиях сами, просмотрев нашу рубрику. С вами была рубрика «Налицо» и я, Диана Балурова. До новых встреч! Пока-пока! Пока! Субтитры подогнал «Симон»!